Один мой коллега, Виктор Пинзенек, говорит, по-моему, очень мудрую вещь постоянно. Чем меньше парламент работает, тем лучше, потому что он меньше приносит горе своему государству. И дальше можно продолжить и сказать следующий тезис. Задать вопрос. Друзья, вот я ехал сюда, смотрел, ехал в автобус, и полностью набитый вечером люди возвращаются поздно с работы домой. Там человек 40 или 50 в автобусе. Обычные, простые люди. И я задаю вопрос. А есть ли у меня и у этих людей государство с прочными, системными институтами, которые должны заботиться о жизни этих людей? Есть ли парламент? Нет, его нету. Нету. Он не выполняет своей миссионерской функции, он не несет никакую миссию, он не является центром принятия решений, он не генерирует эффективные, неординарные решения, которые могут стать локомотивом развития государства, гуманитарного развития, экономического развития, внешнеполитического развития. Там делаются заявления, которые просто крушат внешнюю политику нашей страны, ссорят с ведущими странами мира. Дальше. А есть ли у нас суды? Есть ли у тех простых людей суды, куда они могут прийти и получить защиту? Правосудие. Нету таких судов. Там нужно прийти и купить решение, даже если ты прав. А если не купишь, с тебя три шкуры сдерут и засудят. А если прокуратура? Нету прокуратуры, а если СБУ тоже нету. Сергей, опять же, вы говорите очень правильные вещи, но вряд ли вы открываете глаза украинцам, которые нас смотрят. Важнее понять, что делать. Ума много не надо, чтобы критиковать. Что делать? Я считаю, что нужно сделать три вещи за эти два года. Или я... Мне очень страшно это говорить вслух. Или моего государства не станет. Первое. Нужно немедленно провести несколько выборов. Абсолютную перезагрузку власти. Власть должна оказаться в руках новых людей и сил. И эти люди должны по уровню до 80-70% доверять новой власти. А не 10-15% при всем уважении к старым партиям, то, что сегодня мы имеем в политической партийной палитре. Вторая составляющая. Нужно железной рукой навести порядок в стране. Я знаю, это можно сделать в течение полугода. Как это сделал в свое время Лукашенко, как это делал в других странах. Третья важная составляющая. Пример-то это все, конечно. Еще жестче. В три раза жестче. Но дать возможность людям жить, выжить, а этой молодежи имеет завтрашний день. Третья важная составляющая. Сегодня Трамп говорил о чем? Они сформировали, формируют и будут реализовывать для Америки новый курс. Большая, огромная страна, которая хорошо живет, все равно становится на рельсе нового курса. Нам нужен новый курс. Новая повестка. Мы должны определиться. Нам новый курс и новую повестку. Наши политики обещают уже много ли. Я закончил одна фраза. Боюсь, что американцы от Трампа быстрее дождутся. Даже в следующей передаче. Скажу самую важную вещь. Знаете, вот я у одного налоговика, начальника налоговой, одной областной спросил. Слушай, вот скажи, пожалуйста, если у нас будет сильный президент, порядок в стране, жесткая сильная власть, и вам дадут возможности действительно собирать налоги с тех, кто должен их платить, во сколько ты больше соберешь? Он сказал, в 4 раза минимум, а это значит, что у студентов в 4 раза выше стипендия. Значит, у пенсионеров в 4 раза выше пенсия. Это значит, что рабочие будут получать не 3200, а 10 тысяч. Сергей, ну что это значит, как же и зритель уже нафантазирует себя сам. Понимаете, лучшие дороги, лучшие армии. Это улучшение жизни, это понятно. Дмитрий Добродомов. Это очень простой. Порядок, новый курс, новая власть и вперед строят будущее. Спасибо.